Вода подходит к жилым домам в Уральске. В районе, именуемом в народе землячкой, Урал разлился и уже рядом с частным сектором. Жители улицы Гумара-Караша обеспокоены тем, что никаких берегоукрепительных работ здесь не проводится. Тем временем здесь расположен частный сектор, рядом школы и областная многопрофильная больница. Жители улицы Гумара-Караша живут совсем близко к притоку Урала. Они рассказывают, что в этом году уровень воды очень высокий и продолжает подниматься. Куда эвакуировать или еще что-то, а нам куда ехать? Не знаю. Поэтому мы сейчас просим за нашу безопасность, за безопасность детей, чтобы хотя бы какие-то меры принимали здесь. Может, какие-то мешки поставили бы или еще что-то. Вот мы прям живем, вот речка сзади нас. Вы же там видите, что оно поднялось на сколько сантиметров. Стоит отметить, что в городе еще ряд мест, где вода уже совсем близко. В управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на постоянной основе проводится мониторинг зон возможного подтопления. Берегоукрепительные работы проводятся в первую очередь там, где уровень опасности самый высокий. В целях недопущения подтопления территории города проводятся берегоукрепительные работы вдоль береговой зоны. А именно, засыпка грунта и укладка мешкатары на участках перевалочной рощи района Сити-Центр, Курени, улицы Чаган-Набережная, Коминтерн, парки имени Кирова, поселка Кругозерное. Данные работы проводятся круглосуточно и планируется охватить от перевалочной зоны района Сити-Центр до района Курени. Задействованы более 1100 человек личного состава и более 200 единиц техники. Также сообщаем, что по периметру реки Урал проводится круглосуточное дежурство, которое ежечасно направляет информацию по поднятию уровня реки Урал. Пока в этой местности уровень воды в реке, учитывая высоту, не является опасным. При этом каждые сутки вода прибывает всё больше и больше.